Девочки, мальчики, добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Я вас здесь очень рада видеть. Сегодня у меня будут пустые баночки, которые будут посвящены уходу за волосами и телом. Конечно же, если вам интересно узнать мое мнение, тогда я вас приглашаю к просмотру и начнем. Вон, вон, туда. Первое, с чего я хочу начать свой обзор пустых баночек, это будут по традиции мои все какие-либо вот такие вот пакетики. Первое, с чего я хочу вам сказать, это я уже просто миллионный раз вам рассказываю, это, кто еще не слышал, для тех я сегодня расскажу, это антибактериальные такие вот салфетки от фирмы Коты. Они продаются в магазине Fixed Price. Стоят они там, насколько я помню, 50 рублей, 80 штук. Очень, кстати, хорошие салфетки. Покажу вам их размер. Смотрите, хороший размер. Замечательное тканное такое полотно. Его хватает для того, чтобы протереть ручки. Очень, очень нравятся мне данные салфетки. Их здесь 80 штук. И их можно положить как дома, так же можно их в свой транспорт, положить в свою машину и там очищать свои ручки. Тем более сейчас лето и влажные салфетки, они в принципе нужны даже в любое время года. Второе, что я хочу показать, это вот такая вот соль. Морская соль. Соль, это у нас Паба и Лара. Натуральная морская соль для профилактических ванн. Стоила она, наверное, что-то в районе, по-моему, 20-15 рублей. Насколько я помню, покупала в Магнит Косметик. Что могу сказать? Обычная соль, которая достаточно долго растворяется. Но больше я от соли ничего не жду. Мне вообще нужны вот эти вот, я принимаю в ванны солью для того, чтобы просто расслабиться. Туда еще какие-то эфирные масла, либо пену для ванн, либо какой-то вкусный гель для душа. Сыплю, наливаю, это все распенивается, я просто принимаю в ванну. Неплохая такая, в принципе, соль, но еще раз повторюсь, достаточно долго растворяется. Если покупаете такую бюджетную соль, когда вы начинаете уже наливать воду в ванну, сразу же высыпайте эту соль для того, чтобы она пока наберется то количество воды, которое вам нужно, чтобы она уже растворилась. И так, в принципе, очень даже неплохая соль. Закончились у меня ватные диски фирмы Софт и фирма Да, 150 штучек. Неплохие ватные диски, я не долго говорить ничего не буду, потому что просто обычные ватные диски, которые неплохо снимают макияж. Следующее, что я хочу сказать и показать, это будет вот такая вот губка антицеллюлитная фирма Русалочка. Хватило мне ее, девчонки, на неделю использования, но вы сами знаете, кто меня давно смотрит, то, что такие губки я пользуюсь вообще всегда только неделю, а это после использования недели, либо я, так знаете, яростно ей пользовалась, либо просто такое качество мне попалось, она за неделю пришла в негодность, в свою физическую негодность, поэтому такой губки, я так понимаю, хватит только на неделю, не более того. Но неплохая губка, она такая двухсторонняя, жесткая, замечательно может заменить ваш скраб для тела, если вы, у вас нет скраба для тела, пользуйтесь вот такими губками, и вы будете всегда, в принципе, очищены, и кожа будет отшелушенная, такая очень гладенькая, хорошая. Неплохие, неплохая губка. Закончились ватные диски, софт, тоже, кстати, мне очень сильно нравится эта фирма, очень бюджетная, и палочки очень-очень хорошие, и сама палочка, она такая достаточно твердая. Закончила ценное количество ватных, ватных, влажных салфеток от фирмы Котты, которые маленькие идут, как вы видите, я ими активно пользуюсь, мы используем их для сумочек, они у меня всегда в сумочке, потому что мы всегда на прогулке с ребенком, руки чистые должны быть всегда, мне очень сильно они нравятся, цена-качество, и всем смело мамочкам рекомендую, да и вообще, в принципе, очень хорошая штука в вашей сумочке для чески рук. Следующее, что я хочу показать, это просто для тех, кто любит бритвы, в магазине FixPrice продаются вот такие вот станки, две штуки, 77 рублей, фирма называется Big. Девчонки, хорошие такие станочки, хочу сказать, ни разу не порезалась, когда пользовалась данными, написано sensitive, и вот эта вот полосочка, которая сверху лезвие, она достаточно, действительно, она скользкая, мыльная, и ее даже можно не использовать пену, можно спокойно подчистить перышки данными станочками, даже можно мужчинам на дорогу с собой брать, неплохие такие станочки, мне очень-очень-очень понравились, я не смело могу девочкам порекомендовать, кто пользуется станками. Следующее, что я хочу показать, это просто сумасшедшее классное мыло Камэй с запахом, элегантный аромат французской лаванды, туалетное мыло, очень пахнет лавандой, прям вот кто любит аромат лаванды, присмотритесь к мылу Камэй, очень мне понравилось, замечательно пенится, и можно пользоваться, ну, кто любит, допустим, пользоваться кусковым мылом, оно замечательно заменит гель для душа, будете благоухать лавандой, но единственное, я им тоже попользовалась как гелем для душа, намылилась, но кожа она подсушивает, ручки, оно не сушит кожу рук, очень мне сильно понравилось, оно такого же лавандового цвета само мыло, но пахнет оно сумасшедше, классно, приятный такой, лаванда прованса такая вот, ну, очень сильно нравится, и стоило оно что-то в пределах 50 рублей, по-моему, сколько я помню, 49 рублей, по-моему, данный кусочек, у меня еще в загашниках, в хомячковых запасах есть такой кусочек, я, в принципе, довольна, всем могу порекомендовать. Следующее, что я хочу показать для ручек, а что у меня тут еще для ручек, у меня закончился вот такой вот крем для рук, бархатные ручки, ночной, и я вам в миллион на раз говорила о том, что это, безусловно, и мой фаворит вечернего ухода за ручками, у меня вообще кожа рук, она очень тонкая и сухая, и вы знаете, у меня руки, они как бы какие-то, я не знаю, вот, в общем, всегда кожа рук сухая, сколько себе я помню, и я не люблю те крема, в которых очень много масла, они такой пленкой ложатся, и потом она смывается, мне такое не нравится, а вот этот вот крем для рук, который идет вот такой вот, чтобы вам видно было, ночной интенсивно восстанавливает, стимулирует обновление клеток, насыщенность текстуры четвертая, протеины шелка, провитамин В5, эластин, очень хорошо увлажняет, замечательно просто увлажняет, кутикула после него мягкая, мне кажется, даже он укрепляет ногти, они становятся намного прочнее, намного быстрее растут, и вообще кожа рук, она становится такая по-настоящему мягкая, нежная, увлажненная, этого увлажнения хватает на будущий день, на будущий следующий день, очень-очень сильно нравится, экономичный 80 мл, я им пользовалась аж 2 месяца, девочки, это прям большой рекорд. Следующее, что я хочу показать, тут у меня, к сожалению, уже все упаковки смылись, это Dolce Milk, это был крем для ног, как вы видите, с инжиром, девочки, если вы в поисках хорошего крема для ног, и у вас пяточки всегда такие, знаете, подсыхают, но склонны к тому, чтобы кожа ножек ваших пяточек сохла, присмотритесь к вот этому мыльцу Dolce Milk, он продается в магазине Ritual, стоит, не могу сказать бюджетно, но реально им можно пользоваться, и ножки, если, допустим, намазать этим кремом, надеть ваши простые хлопчатобумажные носочки на ночь, ваши пяточки будут очень мягкие, классно его наносить после педикюра, отсвечивает. Мне очень нравится этот кремушек для ног, я им пользуюсь уже очень-очень-очень давно, после педикюра, после использования пилки Шоль, и вообще на ночь им пользоваться одно удовольствие, если пользоваться регулярно, там, хотя бы через день, потому что на каждый день это будет слишком много, а через день, через два дня, вот такая вот вещь экономичная, и супер-пупер питает, и увлажняет. Могу смело, девочки, рекомендовать, кто в поисках хорошего, действительно хорошего питательного крема для ножек. Следующее, что я хочу показать, что у меня еще есть, покажу я вот такое вот средство, и я просто, девочки, влюбилась, гель для душа с огурчиком от DAF. Девочки, хочу еще, но нигде не встречаю, так, если встретите вот такой вот гель для душа, скупайте, отправляйте мне, потому что сумасшедший классный аромат, для всех людей, кто чувствительный к ароматам, смело могу порекомендовать вот этот универсальный просто гель для душа с огурцом, его можно использовать, мне кажется, для всей семьи, я имею в виду для мужчины и для женщины, очень пахнет травками, вкусными, такими, знаете, свежими огурчиками, какими-то, ну, очень-очень сильно понравилось, замечательно пенится, кожу, слава богу, мне не сушил, но я всегда после использования его пользовалась молочком для тела, так что, в принципе, аромат очень понравился, девочки, пена такая нежная. Я удивилась, то, что гель для душа дав, меня удивил и впечатлил, потому что, как вы знаете, мое сердце по гелям для душа отдано и фраше, а здесь просто вот такая вот малышка, вот такой вот милейший гель для душа дав, он меня просто с ума свел, и я хочу его снова, но у нас в магазинах, к сожалению, я больше нигде не встречаю, так что, если встретите, покупайте, пробуйте, и я думаю, вы также станетесь в восторге, вы не почувствуете каких-то сумасшедших ароматов, таких, знаете, которые бьют в нос, но вы почувствуете реально запах чистоты, свежести, и оно такое обволакивающее, мне очень сильно понравилось, больше говорить об этом ничего не буду, потому что еще 5 минут буду просто болтать об этом гель для душа, вот такой гель, очень понравилось. Следующее, что я хочу показать, и это тоже гель для душа, и это моя любовь, испанский гранат и фраше, о нем, говорит, долго не буду, стоит, очень доступно, купить можно как в бутиках и фраше, можно также купить онлайн, замечательный аромат, который вот этот вот гранат, и он будет пахнуть в ванной, вот если вы любите ароматы, которые остаются в ванной, которые остаются на вашем теле, вы любите, чтобы ваша кожа была такая увлажненная после использования, хорошо смывался гель для душа с тела, присмотритесь вот гелем для душа, ты фраше, потому что на ура смывается, замечательно очищает после него, можно даже не использовать никакие увлажняющие средства, хотя это гель для душа, очень нравится на лето, если вы любите такие всякие ароматы, вкусненькие, сладенькие, чуть-чуть с кислинкой, гранат это ваш вариант, мне очень сильно нравится, и упаковка у них очень-очень комфортная в плане, как повестить в ванной комнате, так можно с собой куда-то в путешествие, сейчас сезон отдыха, думаю, с собой тоже можно взять и пользоваться всей семьей. Кстати, гель для душа Адав тоже замечательно смывается тело, и это, безусловно, огромный плюс в использовании средств, таких как гель для душа. Адав-то крем, крем-гель для душа, забыла сказать. Следующее средство, которое я хочу вам показать для тела, это мой фаворит, уже не первый год, наверное, года 3-4, если не больше, это антипреспирант эффект пудры от Невея, с калиновой пудрой. Девочки, вот какой обалденный аромат пудровый, вот, к сожалению, я ни разу не встречала парфюма вот с такой вот пудровой ноткой. Замечательный пудровый аромат, который дополнит вообще ваш уход, замечательно ухаживает за зоной подмышек, даже после того, когда вы там побреете, после бритья спокойно можете его наносить, не будет никаких раздражений, зуды, чего-то, забитых пор, но могу сказать то, что это просто антипреспирант, который защищает от пота, по большому счету, но так как здесь присутствует такой небольшой запах пудры, он еще нейтрализует ароматы неприятные, если у вас есть склонность к тому, что у вас подмышки не очень приятно пахнут, то есть, как бы присмотритесь вот к этому антипреспиранту, я думаю, вы будете довольны. Стоит тоже недорого, на скидках можно купить вообще практически за даром, очень хороший антипреспирант, его нежно сильно люблю, после его использования достаточно быстро высыхает, подмышки сухие, чистые, вкусно пахнущие, вообще очень здорово, все круто, смело рекомендую, пользуйтесь и будьте довольными. Следующее, что я хочу вам показать, это будет вот такая вот паста от Colgate, Glade Waiting. Ну, конечно, тут Glade Waiting этого нет, она просто очищала, и мне не понравилась, если честно. Вот, ну, не понравилась. Она такого белого цвета, замечательно, можно почистить сантехнику, их что-то еще почистить, но вот для зубиков как-то меня не впечатлило. Если чувствительные зубки, ваши весна как-то вот на это среагируют. Мне не понравилась, долго говорить не буду, просто больше не куплю. Следующее, что я хочу показать, и это будет детский гель для купания, для ребенка. Я о нем тоже долго говорить не буду, я о нем говорю постоянно в своих пустых баночках. Это для чувствительной проблемной кожи для малышей с первых дней жизни, с экстрактом череды калернулой пшеницы. Вот такое вот средство, замечательно пенится, смывает, с кожей не вызывает никаких раздражений, сухости, зуда, чего-либо. Очень-очень-очень мне сильно нравится. Фирма Наша Мама, 250 мл, стоит в пределах 130 рублей. И, в принципе, очень бюджетное, экономичное, хорошее средство. Его хватает вот этого вот средства. Я могу пользоваться для ребенка как гель для душа, просто его помыть. Могу ему сделать ванну налить, будет ванна с пеной, вот с этим приятным ароматом травы. Очень-очень нравится, девочки. Могу смело вам его порекомендовать, всем мамочкам, у кого только родились детки, либо вы скоро будете уже мамочками, присмотритесь к данной серии. Гипоаллергены – это очень важно, у детей не будет никаких проблем с кожей. Следующее, что я хочу показать, и здесь будет просто море всего, выходит за волосами. Последнее, что я хочу показать, это вот это вот средство. От Сибирского здоровья – это Духал Аза, массажное масло, тонизирующее, 100 мл. Девочки, я им пользовалась, пользовалась и еще раз куплю. Могу сказать только одно, замечательно, с ним можно делать массаж. В этом масле присутствуют такие активные ингредиенты, как масло зеленого кофе и лесного ореха, эфирное масло ели, чабреца, масло лимонграсса и мяты. Могу только одно сказать, после использования данного масла, после использования его именно как с массажем данного масла, идет хороший лимфоотток, то есть после него именно вся лишняя жидкость, она, вы знаете, вот так начинает просто выходить, и при массажах, антицеллюлитных массажах это очень-очень хорошо. 100 мл я его использовала, наверное, с апреля месяца, где-то, да, с апреля месяца я им пользовалась. Я хочу сказать, что я осталась им очень довольна, пользовалась им через день, либо через 2 дня, заметно понравился результат. От него буду пользоваться им еще, нравится им одушка. Единственное, я уже говорила, мне не очень понравилась его упаковка, вот она как-то, знаете, меня подводила несколько раз, я его проливала, а всецело очень-очень понравилось. Мне понравилось то, что после использования данного масла, и когда я делала массаж, не было никаких высыпаний, и это очень важно, потому что предыдущие какие-то масла, которые я брала антицеллюлитные и делала им массажи, у меня появлялись на коже такие, знаете, прыщички какие-то, и мне приходилось это масло просто выкидывать. После этого масла не было никаких прыщиков, никакого зуда, кожа увлажненная, она так и становится заметно упругая, подтянутая. Я вообще борюсь даже не с целлюлитом, а именно с упругостью кожи. Мне надо, чтобы кожа была упругая, приупругая. Вот я вот помешанная на упругости кожи. Очень-очень понравилась, цена его была очень даже хорошая. Ссылку, конечно же, на продукты из сибирского здоровья я оставлю под этим видео, потому что их можно купить онлайн. И, конечно же, оставлю вам еще ссылку на оформление здесь, то есть, как на карте, потому что покупать продукты хорошего качества, а еще их покупать со скидкой, это всегда вдвойне приятно и здорово. Следующее, что я хочу показать, все, это следующее будет все для волос. Первое, что я хочу показать, это вот такой вот шампунь, называется Дисанж. В общем, это средство экстремального становления мицеллярных шампунь для сильно поврежденных волос. Девочки, вот я на него плевалась, я говорила то, что мне не нравится, но могу сказать, девочки, вам одно. Вот если пользоваться просто этим шампунем, вот просто шампунем, без добавления каких-либо бальзамов и масок, в принципе, неплохо. То есть, после него хорошее расчесывание, свежести волос хватает на целый день, можно им пользоваться, мне кажется, каждый день этим шампунем. Хорошо пенится, замечательно смывается, еще раз говорю, можно пользоваться одним шампунем, не добавлять никакие бальзамы и маски, потому что если добавить бальзам, волосы будут вообще выглядеть очень плохо. А пользоваться одним шампунем, волосы будут, в принципе, презентабельно выглядеть. И для тех людей, у кого, кто пользуется шампунем, у кого короткие волосы, то кто делает каждый день укладки, в принципе, можно воспользоваться данным шампунем. И он, как бы, такой, знаете, неплохой по всей целой получается. Я, как бы, осталась от него в большей степени, когда я стала пользоваться просто им одним, я осталась, в принципе, им даже довольна. У него, единственное, такой, мне не нравится он какой-то, знаете, такой медовый аромат. Я не очень люблю мед, поэтому для меня медовый аромат – это просто катастрофа. Но всецело, могу сказать, после полного использования мнение о нем поменялось. Но еще раз повторюсь, им можно пользоваться только одним. Если добавить к ним именно маску и бальзам, то на голове будет катастрофа. Волосы будут как сосулька, они будут все электролизоваться. А если пользоваться одним, в принципе, очень даже хорошие будут волосы. Они такие рассыпчатые, они такие напитанные. Но когда я пользовалась очень долго, у меня зуд появился на голове, появилась перхоть. У меня, как бы, реакция на этот шампунь такая двоякая. Но я его, слава богу, добила. И, как бы, подумаю, еще буду я его брать или нет. Но если у вас кожа головы не такая чувствительная, как у меня, в принципе, можете присмотреться. Следующее, что я хочу показать, это шампунь, который впечатлил моего супруга. Это коверкать название, я не буду, покажу вам его вот так вот, от Ифраше. Могу сказать только одно. Но данный шампунь, его можно использовать для всей семьи, для детей с 3 лет. Я экстремальная мама, попробовала на своем ребенке один раз. Ничего криминального не произошло, но вернулась к нашей маме. Что могу сказать? Если у вас жесткие волосы, присмотритесь к данному шампуне. Волосы после него действительно становятся очень-очень мягкие. Единственное, если его плохо промыть с волос, у вас будет перхоть. А так он очень хорошо очищает волосы. В принципе, мой супруг остался довольный, он сказал, что надо теперь этот шампунь ему всегда покупать. Очень понравилась его травянистая отдушка, замечательно пенится. Хватает его, вот этой вот упаковочке в 300 мл хватило аж на 2 месяца. Это большой показатель для шампуней. Они очень хорошо пенятся, достаточно экономичные и густые получаются. Хороший шампунь для всей семьи, можно смело использовать. Если у вас неприхотливые волосы, для мужчин смело могу порекомендовать. Следующее, что я хочу показать, это бальзам-кондиционер. О нем долго говорить не буду. Прожужжала все уши, говорила о том, что это мой фаворит, и он им остается. Хороший бальзам-кондиционер. Единственное, сейчас качество данных бальзамов стало портиться. Раньше, после его использования, волосы были такие рассыпчатые, напитанные, они такие были хорошие, как после использования маски. Сейчас вот эти бальзамы, их нужно держать где-то в порядке 15 минут, для того, чтобы увидеть результат. Его надо наносить на волосы очень много, для того, чтобы действительно увидеть результат. Мне кажется, просто сама марка, она немножечко подпортилась, и свою репутацию как-то она решила немножечко подгадить. Но сказать, что какой-то очень плохой, тоже не могу, очень бюджетный. В пределах 70 рублей можно купить себе такой бальзам в путешествия куда-то, и им пользоваться каждый день тоже. В принципе, знаю, на четверку сейчас. Рука к нему сейчас пока в магазине не тянется, но думаю, просто нужно отдохнуть от аромата, потому что аромат мне очень быстро надоедает. А так, в принципе, тоже такой, еще раз говорю, стал какой-то вот такой. Следующее, что я хочу показать, и это просто моя любовь, и я еще куплю, мне кажется, я куплю целую партию. Это масло для волос, для укрепления и роста волос от Эколаб. Активный ингредиент льняное масло, органическое масло, миндаля, зародыши, пшеница, витамин Е, протеины, шелка и коллаген. Вот такие волосы после использования данного масла. Очень хорошо распределяется по волосам. Можно добавлять его в любые другие маски для волос. Замечательно, просто кончики, они такие мягкие, они такие напитанные, волосы блестящие. Используем раз, я его использовала практически каждый раз или через раз для мытья волос. Мне очень-очень понравилось. И вот здесь 200 мл, насколько я помню, где написано. По-моему, здесь 200 мл, либо 250. Нравится то, что не нужно смешивать какие-то масла, то, что у него есть помподезатор. Очень, в принципе, экономичный, хорошо расходуется, волосы хорошо после него себя чувствуют. Очень-очень нравится, повторюсь еще раз. Девочки, могу сказать, использовала я его как на корне, так и на длину, и все здорово. Очень понравилось, очень-очень понравилось. Восстанавливает волосы на уровне. Следующее, что я покажу, блин, уже так много наполтало. Следующее я покажу вам от Сибирского Здоровья. Это шампунь для роста волос. Шампунь, который меня просто в себя влюбил. Девочки, вот влюбил. Замечательно очищает. Свежести волос хватает на 2 дня. Волосы, знаете, они мягкие. Они какие-то такие вот приятные. Они рассыпчатые. Я не скажу, что они, знаете, такие какие-то вот прям тяжелые. Но присутствует какой-то небольшой объем. Я, в общем, осталась довольна этим шампунем. И вот здесь 250 мл. Он очень концентрированный. Замечательно пенится. Хорошо смывается с волос. В общем, не вызвал ни зуда, ничего не чесалось, ни перхоти, ничего. Просто хороший шампунь, который хорошо очищает ваши волосы. Ну, увидеть роста волос я пока еще ничего не увидела. Но если я увижу, буду вообще в диком восторге. Очень понравился данный шампунь. Смело могу рекомендовать. Единственный у него аромат. Аниса. В нем присутствует аромат аниса. Мне этого в нем не нравится. Но как действует шампунь, очень-очень понравилось. И закончилась маска для волос, которая тоже меня очень сильно впечатлила. Тоже для роста волос. От Сибирского здоровья. Использовала все. Густая, хорошая маска, которая замечательно распределяется по волосам. После ее использования волосы мягкие, блестящие. Рассыпчатые, хорошо поддаются укладке. Себя волосы замечательно чувствуют, хорошо расчесываются. Волосы после использования маски не утяжеляются. Можно наносить на корни волос. И волосы себя будут чувствовать вполне очень даже хорошо. Напитанные. Мне очень понравилось. Повторю ли я еще данную маску. Конечно же повторю. Очень понравилось. И смело могу вам, девочки, порекомендовать. Наполтала целые 24 минуты. Надеюсь, девочки, вы соскучились по такому роду видео. Потому что у меня для вас еще одна серия пустых баночков уходит за лицом. Так что увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Конечно, если вы зашли ко мне первый раз на канал, и вам со мной было интересно и полезно, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я буду рада новым подписчикам. Если вы на меня подписаны, и вам по какой-то причине не приходят уведомления о моих новых видео, конечно же, кликайте на колокольчик, и вы будете в курсе всех событий. Мои пустые баночки подошли к концу. Я вас всех люблю, целую. Увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok